Каспийская столица России. Город, словно губка впитавший традиции, культуру, архитектуру, историю Востока и Запада, Севера и Юга. Город, многие века назад возникший на Великом Шелковом Пути. До ныне в Астраханской губернии проживают представители более 150 этносов, исповедующих самые разные религии. Вся эта многоликая и пёстрая этнокультурная палитра создаёт неповторимую атмосферу гостеприимного южного города. Особенно это заметно на знаменитых астраханских базарах. Три самых крупных из них – Большие сады, Вселенские сады и Татар-базары. И садами изданно называлось место, где привозимая в Астрахань сватак и учуков рыба складывалась или иссаживалась, иначе говоря, выкладывалась. Про астраханские базары всегда говорили – легче перечислить то, чего здесь нет, чем то, что там предлагается покупать. Сегодня по-восточному шумные и суетливые, пёстрые и разноликие базары органично соседствуют с современными торговыми центрами, супер- и гипермаркетами. Впрочем, такие центры есть практически в каждом крупном городе России. Их наличие доказывает, как стремительно развивается Астрахань, что она, как и многие столетия назад, сохраняет статус одного из крупнейших торговых центров Юга России. Но ведь тому, кто впервые приехал в Астрахань, это не слишком интересно. Что же тогда? Куда пойти, чтобы насладиться неповторимой атмосферой старинного города? Естественно, туда, где более 450 лет назад начался славный город Астрахань – в Кремль. Туристическая отрасль Астрахани сегодня обширна и развита. Разнообразие народных традиций и творчества вызывает большой интерес у туристов, увлеченных этнографией. Ведь только в Астраханской области, сидя на ковре в гостеприимной казахской юрте, можно отведать кумыса и баурсаков. Побывать на веселом татарском празднике Сабантуй, увидеть зрелище, которое в мире нигде больше не встретишь – настоящие гонки на двугорбых верблюдах, бактрианах и даже немного на них прокатиться. Издавна Астрахань славилась своими богатыми культурными традициями. В городе действуют пять государственных театров, филармония, три средних специальных учебных заведения культуры и искусства, консерватория. Венец астраханской культуры 21 века – это великолепный театр оперы и балета, еще во время строительства получивший название «Астраханский Ласкало». Театр построен в русском стиле времен Серебряного века, периода экономического подъема и огромного интереса общества к русской культуре. Нижнее Поволжье – одно из самых живописных мест в мире. Здесь могучая великая река встречается с Седым Каспием, образуя самую большую речную дельту в Европе. Это тысячи островов, густо поросших камышовыми зарослями. Тельта Волги удивительна. Она насчитывает более 500 рукавов, протоков и мелких речек, которые здесь называют ериками. Это настоящее царство пернатых. Здесь можно встретить уникальные виды птиц, включенных в Международную Красную Книгу. И, конечно же, Волга – это поистине рыбное месторождение. Рыбацкая столица – так всегда называют Астрахань. Ежегодно Астраханский край становится желанным местом для рыболовов-любителей и туристов, предпочитающих увлекательный активный отдых и экологические туры. Журнал «Форбс» выбрал 8 необычных мест в России, куда просто необходимо отправиться в качестве туриста. Астрахань входит в их числа. Во многом благодаря притягательной, чуть ли не волшебной силе, Каспийской розы. Так называют здесь священный лотос. Не забывают в Астрахани не только о духовной пище для дорогих гостей, но и обыкновенной. Вернее сказать, о необыкновенной. Кухня самая разнообразная, начиная со всех видов европейской и заканчивая богатой палитрой восточных кушень, включая китайские и японские. И, конечно же, широчайший выбор волжского рыбного меню. Причем насладиться рыбными кушаньями можно, проплывая мимо Волжской набережной на речных трамвайчиках. В городе и области действуют более 80 гостиниц и отелей, готовых разместить туристов самого различного уровня достатка от представительского до эконом-класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Астраханская земля меняется с каждым годом, предлагая туристам все новые и новые виды удовольствия и развлечений, новые возможности для полноценного отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова